Давайте начнем, что ли, с последствий вчерашнего удара по аэродрому. Мы с вами вчера так говорили немножко, ну, насколько это могли, потому что был удар ночью, и вот утром, чего мы видели, то и рассказали, что за сутки стало известно, и что мы можем об этом сказать. Судя по всему, это должен нанести серьезные потери российской авиации, потому что, во-первых, вот если посмотреть на видео, которое появилось уже днем вчера, видите, вот на этом видео ясно, что происходит некая детонация, детонация боезапаса, то есть боеприпасов, которые так или иначе находились на поле или аэродрома, или где-то вблизи него. Вот характерный признак этого – это разлетающиеся такие вот горящие куски чего-то. Ну, сейчас показывают какую-то там бытовую картинку. Но если просто падает ракета или же падает беспилотник на поле аэродрома, он может, конечно, повредить самолет и часто повреждает, но если при этом взрывается вот какой-то склад с боеприпасами, или какая-то куча боеприпасов, которые где-то там находятся, ну, значит, ущерб должен быть гораздо больше. Что там, какие самолеты там находились, в общем, стало тоже примерно ясно, там около по данным, правда, это данные из Украины, но, в общем, их не оспаривают, никаких других данных нет, и они выглядят достаточно правдоподобно. Там находилось 12 самолетов Су-34, 4 самолета Су-35 – это лучшие российские истребители-бомбардировщики, плюс большое количество до, значит, называется цифра 37 – это учебные самолеты, но учебно-боевые Л-39 – это хорошие самолеты, на которых учатся летчики, летчики-истребители, но эти самолеты могут вполне использоваться в боевых условиях, потому что, наверное, учеба, на них учеба, значит, происходит с использованием бомбометания, там, пуска ракет, стрельбы из пушек и так далее и тому подобное. То есть это, в общем, самолеты, которые вполне могут использоваться для боевых заданий. И находилось там еще два вертолета. Вот примерно то, что находилось на этой самой военной, ну, это авиационно-учебная некая база. Ну, понятно, аэродром есть, аэродром, с него могут стартовать и боевые самолеты, которые, значит, отправляются на боевые задания. Пока было сказано в одном из российских таких, ну, проправительственных, но время от времени позволяющих себе всякие вольности телеграм-каналов, было сказано, что повреждены сильно и непонятно, будут восстановлены или нет, два самолета Су-34. Но это было утром вчерашнего дня или где-то, ну, по крайней мере, в первой половине. То есть тогда, когда еще полная картина была неясна. Ну, посмотрим. В общем, это серьезный удар. Вообще говоря, если повреждается или уничтожается самолет такого класса, как Су-35 или Су-34, это серьезная потеря, это очень серьезная потеря, потому что, в общем, этих самолетов Су-34 не так много в российской авиации, где-то, значит, немного более сотни, как я понимаю. Ну, каждый самолет, в общем, не просто навязывал, я думаю, что оно стоит больше, чем, ну, может быть, столько же, поскольку, значит, если бы он был сделан из золота, трудно сказать. Но, в общем, это серьезная потеря. Значит, вот такая ситуация сложилась с этой базой. База находится к северу от Майкопа. Вот на карте можно посмотреть, где она находится. Там рядом, видите, рядом все знакомые с детства названия. Геленджик, Куапсе, Дагомыс, на всю Анапу, да. Вот все это было когда-то таким курортной зоной, но сейчас эта курортная зона превращается в зону, если не боев, то, по крайней мере, налетов беспилотников из Украины. Юрий Евгеньевич, ну, вот я тут смотрю, знаете, по сообщениям, Россия теряет не только самолеты, но и теряет сотовую связь. Вот у нас тут губернатор Гладков записал, как он любит, кружочек, где рассказал, что 70 вышек сотовой связи повреждены в Белгородской области, ну, из-за обстрелов повреждены, переходят они на проводную связь. Я, если уж вы вспомнили о детстве, я как ребенок советского времени, у меня сразу, знаете, такая картинка про связь в военное время. Вот это батальоны просят огня, и связисты ползут, и как-то эти провода соединяют, и все кричат в трубке. Что вообще, как со связью происходит в военное время, и вот что это, что это проводная связь, что вообще будет? Ну, видите, возвращение к проводной связи в военных, ну, в армии, в боевых частях, это, в общем, я бы не сказал, что это нонсенс, но это уже такая архаика времен холодной, времен, говоря, Второй мировой войны, когда действительно эти связисты с катушками проводов ползали под огнем, а связистки крутили ручки такие, вот были ящики зеленые, значит, там связистка, обычно это были женщины в военной форме, они, значит, крутили какие-то ручки, вроде как от мясорубки, и, значит, кричали там, вышка-вышка, я чайка даю вам, и так далее. Теперь, в общем, это все, конечно, позапрошлый век. Все это, связь, в общем, должна быть беспроводной через системы, через социальные сети, через интернет, соответственно, нужно иметь возможность постоянного выхода на беспроводные сети. В вооруженных силах Украины широко используется вот эта система Starlink, которую, соответственно, Маск должен был, но он и передал Украине там тысячи вот этих вот устройств для связи. Это все очень гораздо более эффективно, потому что можно в любой момент, любой солдат рядовой может связаться, ну, понятно, не с командиром бригады, но со своим командиром получить приказ, там, Вася, ползи вот к этой избушке, Вася ползет. И это все, это на самом деле очень эффективно, это очень важно, потому что если Вася не знает, куда ползти, он может ползти не туда или гибнуть там. Ну, в общем, это очень важный фактор. В России тоже, в общем, перешли на беспроводные сети, но какие это были сети? Это был Телеграм, потом его вроде бы запретили, еще что-то запрещают, сейчас Дискорд вроде бы запретили, потом эти смартфоны, значит, Белоусов запрещал у военнослужащих. Ну, справедливости ради, Юрий Евгеньевич, справедливости ради, чтобы потом в комментариях много не бесновались, Телеграм-то не запретили, вот. А, ну, что запретили? Нет, смартфоны там им пользоваться запрещали, да. А теперь запретили этот самый Дискорд. Да, точно так и есть. Вот, совершенно точно. А с Телеграмом его собирались запретить вроде бы. Ну, пошли всякие разговоры, его, мне кажется, собирались запретить скорее с украинской стороны. Ну, тоже, да. Ну, там свои проблемы, конечно. Вот, ну, вот, собственно, вот это и происходит со связью. Значит, а если на территории Белгородской области, там, в приграничных районах, эти вышки сотовой связи запретили, ну, тогда повредили, не запретили. Ну, значит, вот остались без беспроводной связи. Юрий Евгеньевич, хотел у вас дать еще что спросить. Там вчера были сообщения, ну, посчитали, как бы прикинули, посчитали, что за последний месяц Россия провела самую масштабную атаку в Курской области. Про российские военные блоги к вечеру четверга сообщили об успешном прорыве российской армии на нескольких направлениях в Кореневском и Суджанском районе Курской области. Давайте на этот участок фронта обратим внимание. Давайте обратим внимание. Действительно, вчера произошли очень неприятные для ВСУ события. Российские войска, двигаясь с севера, из района Ольговки, из Запада сумели прорвать оборону. Хотя я не очень понимаю, как прорвать оборону, потому что там нет сплошной линии обороны. Но тем не менее, значит, пройти, вот видите, такой вот этот вот темно-серый кусок. Вот это та территория, тот кусочек территории Курской области, который российские войска заняли за вчерашний день. Они смогли от Любимовки продвинуться к деревне под названием Зеленый Шлях и затем выйти к деревне Ново-Ивановка. Но самое неприятное заключается в том, что была перерезана шоссейная дорога, связывающая Коренева с Суджей. Ну, Суджа на этой карте там где-то осталась за пределами этого поля. Но, в общем, понятно, вот эта дорога шла через Зеленый Шлях. Зеленый Шлях – это вообще говоря такой некий, ну, не узел, но там перекрещиваются несколько шоссейных дорог. И в этом смысле он достаточно важен с тактической точки зрения, а, в общем, может быть, с оперативной, потому что если перерезана шоссейная дорога, ну, значит, снабжение и передвижение войск вооруженных сил Украины, их снабжение и так далее, к северу от этого района, туда в район Ольговки, в район, видимо, деревни Погребки и, возможно, к Малой Лохне, они, в общем, гораздо труднее, чем это было раньше. Ну, что можно сказать, почему это все так происходит? Потому что, значит, начиная с середины сентября, ну, к середине сентября Россия сумела создать там группировку, то есть просто перетащить разные части из разных мест, в том числе из далекого севера, из Мурманской области, перетащить, значит, в Курскую область, там, разного рода части. С середины сентября шел процесс, как говорят, военное сколачивание группировки, то есть из этих разрозненных частей создавалось более или менее единый такой военный организм, способный к действиям по единому плану. Ну, вот эти действия начались. Тут ничего особенно хитрого нет, все это закономерно. Если соотношение сил явно в пользу России, ну, значит, нужно ожидать вот таких ситуаций. Чудес практически на войне не бывает. Ну, соотношение сил есть соотношение сил. Если там в два, то и в три раза больше солдат и офицеров, больше техники, чем со стороны Украины. Ну, значит, так оно и вот вам результат. Ну, тем временем Британия рассматривает возможность направления своих военнослужащих в Украину для тренировки ВСУ прямо на месте. Об этом газета «Таймс» написала. Но, очевидно, это не увеличит количество военнослужащих, потому что, ну, речь идет о каких-то тренировочных вещах. Насколько это может каким-то образом помочь ВСУ? Ну, естественно, это поможет ВСУ, потому что, видите, и в ВСУ, и в российской армии существует проблема. Проблема подготовки солдат, ну, мобилизованных или призванных, в Украине идет мобилизация, и существует вот этот процесс мобилизации. С 25 до 60 лет людей призывают, мобилизовывают, вот призывают в порядке мобилизации. Значит, дальше этого человека нужно обучать, обучать, точно так же, как нужно обучать российского этого контрактника. Обучать, вообще обучение длится достаточно долго, но нужно хотя бы чему-то научить, и не хватает, и в России, и в Украине не хватает инструкторов. Потому что обучать должны люди, умеющие, во-первых, умеющие это делать, и, во-вторых, знающие не только по книгам военное дело, военные проблемы, но и способные показать, как нужно действовать на поле боя, как нужно использовать там мельчайшие особенности, там, рельефа, почвы и так далее, как прятаться от огня, как идти в атаку, как, значит, обращаться с оружием, и не только с автоматом, но и с такими лёгкими орудиями, типа, ну, там, переносной миномёт, там, крупнокалиберный пулемёт. Вот с этими вещами нужно людей обучать, и обучение длится довольно долго. По-хорошему нужно обучать там 3-4, а то и 6 месяцев. Но этого себе никто позволить не может. А вот, значит, иметь, ну, если иметь хороших инструкторов, а я так понимаю, что в британской армии эти офицеры, занимающиеся этими вопросами, они достаточно квалифицированы, ну, значит, вот серьёзная будет помощь вооружённым силам Украины вновь мобилизованных, будут учить, и, соответственно, будут снижаться потери. Вот это тоже очень важно. Ну, там есть и с другой стороны такая же история, но такая же, не такая же, не знаю, там про северокорейских военных поступает всё больше сообщений. И вот последняя из них тоже от британской прессы, Гардиан, пишет, что северокорейские военные инженеры помогают армии России наносить ракетные удары по Украине. Если бы я прочитал такое лет пять назад, честно, ну, помимо того, что Россия в войне с Украиной, я бы, конечно, сильно удивился и подумал, что это сатирическое издание какое-то пишет. Ну да, лет пять назад это считалось такой вот ненаучной фантастикой. Хотя, вы знаете, я вот помню, был такой, по-моему, писатель Кабаков, Александр Кабаков в начале 90-х годов. У него была серия таких небольших повестей относительно того, что будет с Россией там через какое-то время. Ну, а какие попаданцы там, вот эти всякие истории. И вот одна из историй заключалась в том, что герой на Красной площади провожает какой-то конвой из грузовиков с военными, которые едут на поле боя, правда, не в Украину, а в Молдавию, куда-то туда. Ну вот, так что были такие фантасты, которые оказались реалистами. Значит, северокорейцы. Северокорейцам очень интересно, конечно, попробовать свою армию в реальных боевых условиях. Ну, армия всегда проверяется не на учениях, а на поле боя, на самом деле. Значит, поэтому, и кроме того, за это можно получить приличные деньги, направляя добровольцев или специалистов в Россию. Пока, значит, а откуда вся эта информация идёт? И, значит, 8 октября, то есть позавчера, министр обороны Южной Кореи, как его зовут, Ким Йо Хен, что-то вот так, выступал в своём парламенте, значит, в парламенте Южной Кореи, и в том числе рассказал о том, что северокорейские войска, ну, какие-то специалисты, ракетчики, значит, помогают осваивать и стрелять северокорейскими ракетами. Но дальше он сказал, что есть планы и есть уже какие-то реальные признаки того, на что какие-то контингенты северокорейских войск перебрасывают в Россию. Но вроде бы пока это не массовое явление, а, ну, так, там, единицы. Было сообщение о том, ну, вчера мы об этом говорили, что несколько северокорейских офицеров погибли в результате того, что они попали под штатулерийский налёт. Это тоже было. Но я думаю, что какие-то северокорейские части, конечно, появятся на фронте. Пока речь, но ещё там месяц, может быть, полтора тому назад говорили о том, что, скорее всего, для начала будут использоваться инженерные части. Ну, что такое инженерные части? Это стройбаты. Значит, там строят чего-то. Северокорейские, значит, военные строители приедут на оккупированные территории Украины, будут там строить какие-то военные сооружения, можно быть, разгружать эшелоны военные, перегружать. Ну, в общем, вот такие вспомогательные задачи решать. Но не исключено, что появятся и боевые части. Повторяю, северокорейским генералам и Ким Чен Ыну очень хочется посмотреть, как его солдаты научились, чем мы умеют воевать или не умеют воевать. Спасибо большое, Юрий Фёдоров, наш военный эксперт. Вы встретитесь с ним завтра, ближе к вечеру, военный обзор недели. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!